Ну что, мой друг, как твои дела? Как ты видишь, я здесь не один. Со мной Эмиль, амбассадор сатира в городе Ростов-на-Дону. Почему он здесь оказался? Короче, у меня есть раритетный сатир, примерно 5 лет выдержки. Такого, наверное, еще не сохранилось ни у кого из частных курильщиков, за исключением, наверное, самого сатира. Так вот, с Эмилем мы разговаривали, я говорю, слушай, у меня есть, блядь, бро Р-209. Что это? Это старый кулек, один из первых, и он запечатанный. Он говорит, блядь, давай его раскурим и сравним с чем-то новым. Потому что, когда Эмиль стал амбассадором сатира, он уже вот таких патчек не видел. То есть, уже были более современные, то есть, ты сейчас можешь увидеть просто разницу в развитии. Что было и что стало. То же самое и с внутрянкой. Но есть маленькие опасения о том, что за 5 слихуем лет внутри это, возможно, все высохло, пересохло и вообще, может быть, испортилось. Мы это сейчас и узнаем. У нас есть 2 кальяна, 2 чашки, и Эмиль сейчас забьет там и там. А мы просто будем сидеть, комментировать и разговаривать. Поэтому этот выпуск может занять хуеву тучу времени. Может быть, 40 минут, а может быть, 20. Поэтому, прямо сейчас ставь паузу. Иди забивай себе сатирчик, если он есть. А если его нет, забивай свою любимую чашечку, которую ты любишь курить. И давай мы дадим слово Эмилю. Эмиль, дерзай! Да, всем привет. Как сказал Дава, меня зовут Эмиль Бабаев. Я бренд-амбассадор Сатира из Ростова-на-Дону. Вот. Давайте посмотрим, давайте сравним. Мы взяли специально табак из линейки как раз-таки Old School. Объясню, что это такое. Для людей, которые знают сатир, слышали о линейках No Flavor, слышали о линейках High Aroma, Medium Aroma и Low Aroma. На данный момент эти линейки немножко поменялись. Сейчас у нас есть линейка Old School. Это, соответственно, наша старая любимая без аромка. Есть линейки Aroma Line. Это будет вся ароматика. Собственно, как раз рассказывают о вам, рассказывают о Даве, чтобы все это донести до всех, чтобы было понимание. Почему мы решили это сравнить так? Бутлегер Бразерс у меня в руках. Это наш последний выпуск, который только-только вышел. Это эксклюзив. Это что это такое? Это у нас табак Кентукки на Бурбоне Мейкерс Марк. И, соответственно, вот этот вот непонятный старенький пакетик, который нам предоставил Дава, это Brorum. То есть это больше относится к линейке Платином. К сожалению, сейчас мы сравнить прям лоб в лоб Платином с вот этим старым табаком не можем. Поэтому мы взяли Old School. И я думаю, будет интересно посмотреть, как это все будет выглядеть в сравнении. Что, вскрываем? Давай, этот момент. Этот момент настал. Долгие годы этот табак ждал. Наконец-то мы его вскрываем. И, собственно, посмотрим, что с ним произошло. Скажу по своему личному опыту, что табак, чем дольше он хранится у нас, чем дольше хранится без аромок где-то в частных коллекциях, тем она становится только вкуснее и интереснее. Поэтому, на самом деле, у меня большие ожидания по поводу прокура вот этого вот пакетика, вот этой пачечки. И сейчас посмотрим. Сейчас. А, ну, он свеженький, слушай. Да, в герметичной упаковке с ним в целом ничего не происходит. Я-то думал, он про... Ох, ебать, представляешь, как он там настоялся за пять лет. Ну, четыре может быть. Короче, я не помню, когда у меня эта пачка появилась. Но вроде бы как только сатир, когда пошел в какую-то крафтовую продажу, когда они еще крафтом считались, тогда... Ну, что? Зацени. Да, собственно, скажу так, это похоже на тот самый Брором, который сейчас есть в производстве. Вот ты его курил? Да, я его в целом курил. Но ты сравнить сможешь. Да, я смогу сравнить. Я чувствую здесь нотки того самого Рома, да, от компании Бругаль. Ром этот 1888, названный в честь как раз-таки основания. 1488. Бля, он свишакс. О, ребятки, я вам скажу так, это тот самый крупный сатировский лист, с которого просто текет смола, который можно прям было заворачивать куличики. Ну, все, все, Эмилька, давай. Так, ну и для сравнения сразу же открываем последнюю партию, скажем так, самый свежак, Бутлекер Бразерс. Вот так мы вскроем сейчас варварскую купачку. Расскроем. Пока Эмиль открывает, у меня вот вам. Как вы относитесь вообще к сатиру? Понимаем, что сатиры-то немного отдельная мелодия от всего, что происходит на рынке, и в эту отдельную мелодию еще входит, грубо говоря, пару брендов, которые есть в России, и которые от всего, от всей массы отличаются, наверное, своей более такой, как вам сказать, стилем, вкусом, да, это табачный, это сигарный лист. Ну, здесь стоит коснуться того, что мы... Ну, слушай, изначально они почти похожи. Этот более копченый. Да, собственно, почему здесь такая разница? Как раз таки здесь используется Берли, производство в штате Кентукки, над ореховыми углями он коптится, поэтому получается копченый, копченый табак. И он, соответственно, в Бурбоне Мейкерсмарк, который тоже добавляет своих интересных ноток. Здесь у нас ром, он другой на вкус, и если сравнивать как раз таки с платиной современной, то Брором, он больше такой спиртовой, алкогольной нотки имеет. Вот лично, на мой взгляд, то есть, когда куришь без аромки, на самом деле, рецепторы у всех людей работают по-разному, и каждый несколько по-своему ее ощущает. Поэтому я не могу усреднить, скажем так, эти ощущения, и сказать, что точно вы будете чувствовать. Каждый будет чувствовать немножко свое. И, собственно, давайте уже это покурим. Так, это у нас чашечка от компании Hype Турочка, а это Турочка No Name из моей коллекции, которую я очень берегу. Она на 30-40 грамм, так что таких больше нет точно. Поэтому мы сюда немножко экономнее забьем наш старый продуктик. Мы не будем его нарезать, не будем с ним ничего делать, забьем его в том виде, в каком он был. А зачем вообще нарезать? Ну, зачем? Ну, просто многие любят, я поэтому уточняю, я на самом деле табак режу крайне редко, только тогда, когда я хочу что-то от этого получить. Это эти, так, да, понял, лианы-то бачки. Да, ну, они особо не нужны, особо нам не нужны. Ну, мы имеем понимание, что в тот момент это было, ну, абсолютно крафтовое производство, да? Ну, бля, бро, тут все вручную. Единственное, что они сделали, это... Даже вот этот логотип, это не напечатано, это, скорее всего, какой-то штамп. Да? Типа маркеры. Да, и это логотип, причем еще вот самый первый, после него был еще один, и только уже сейчас вот такой, да? Вот здесь у нас есть еще один вкус, Месть Королевы Анны, на его мы решили не курить сейчас, потому что крепковато, у нас уже в Ростове вечер. я боюсь, что это будет нам слишком крепко, и мы не сможем... Вот это? Нет, я имею в виду про Месть Королевы Анны, да, и нам будет сложно общаться с вами. Слушай, когда у сатира появится вкус Принц Филипп? Какой Принц? Филипп. Принц Филипп? Не знаю, не знаю, возможно, в скором будущем, раз уже есть. Ну, хайпануть же можно. Хайпануть можно, но на самом деле не одним хайпом живы. Мы стараемся все-таки хайпануть своим промоком. Блядь, ну по вашим картинкам летучие сиськи и вот ваше видение вашего дизайнера, я иногда думаю, блядь, дизайнер, наверное, получает хорошие бабки. Он такой, так, картинка в гугле летающие сиськи. Ммм, бесплатная. Даже не скачал, заскринил. Обрезал. Ммм, все. Ребятки, новая пикча для вашего вкуса. Вот, летающие сиськи. Типа такие, ну, блядь, заебись. Пообсуждаемо. Я думаю, все слышали, что все гениальное просто. Соответственно, зачем вы думаете, что это лишнее? И на самом деле, да, мы как бы не хайпуем на своих вкусах, на названиях, но при этом нужно понимать, что компания Satir, да, и кто такой, в принципе, Satir. Да, я думаю, многие слышали, знают, что это существо, полубок лесной, который, собственно, чем занимался? Он много пил и зажигал с нимфами, скажем так, политкорректно. Хотя, по-моему, на канале Удавы можно, да? это не политкорректный канал. На этом канале нет толерантности. Здесь будет у нас такая уверенная, хорошая тяга. Нормальная. Вот. То, в принципе, как я люблю. Я думаю, многие такие олдскульные курильщики курят такую тягу, вспоминают мамунчики. Нухалю мамун, да, Шериф Аузи. Мало ли напомнится до названия. Пускают скупую слезу, да, и курят дальше свои диффузорчики и маленькие кальяны, как вот мы сейчас. Блянь. Хорошо, что у нас есть хотя бы фольга здесь. Вот это хотя бы радует. И уголь. А не электронный кола, блянь, между прочим. К сожалению, мне кажется, скоро до этого дойдет индустрия и будем... Будет ли сатир делать что-нибудь к выставке Huka Club Show, типа новую коллаборацию, новый лимитированный вкус? Конкретно к выставке делать не будем. И в целом мы там будем представлены на ряде стендов, а не на своем. А, я понял. Да, да, да. Славно, как это было в прошлом году. На каких стендах мы будем представлены, это лучше уточнить будет у нас в Инстаграме, либо у ребят у амбассадоров, кто знаком. Много таких людей, которые наших амбассадоров лично знают, общаются хорошо. То есть, поспрашивайте, точно могу сказать, что на стенде Шикарвер мы будем. Дальше лучше уточнять, потому что там информация менялась. Не хочу вас немножко дезинформировать. А вот здесь у нас получается копченый кинтунчик. Большой разницы в принципе в аромате нет. Здесь более ярче, более насыщеннее слышится. здесь же более поспокойнее, так сказать. Я думаю, ты по курению сейчас очень ясно ощутишь. То есть, это без аромка, здесь на запах достаточно сложно ее распределять. То есть, ну, нюхаешь, чувствуешь, везде это как бы табачка, да, и ты чувствуешь именно садьо, чувствуешь в бёрли, а вот по курению уже будет разница более яркая. Короче, ребятки, если вы где-нибудь у себя на хате, в закромах, на сусеках, найдете какую-нибудь старую пачку сакира, то знайте, что ближайшие пять лет с ней ничего не произойдет. Она останется такой же сухой, такой же влажненькой и такой же прикольной. Но мы сейчас раскурим, может быть, вообще там ничего и не осталось из вкуса. То есть, ферментация по факту сделала свое. Ну, я скажу так, мы такие пачки очень ценим. Мы их стараемся везде находить. Под нами подразумеваем амбассадоров, бренд амбассадоров бренда. Нам дико нравится найти какой-нибудь вкус 17-го, 16-го, 18-го, года выпуска, который вот так вот настоялся хорошенько. И мы их обязательно выкупаем, вставляем себе и либо прокуриваем, либо кладем в коллекцию для дальнейшего сохранения. И прокурить вот так вот еще там, скажем, лет через пять было бы дико интересно. Потому что все это время он продолжает ферментироваться, продолжает настаиваться и получается крайне яркие интересные вкусы. На пятнышко мы тогда его сделаем, если ты не против. Да, давай, давай, давай. Пятнышко. Чтоб тут тяга была еще более такая суровая, мужская. Я думаю, нам с тобой не привыкать. В чем суть делать дырки в центре, но не делать их под углем по факту? Смотри, у тебя по сути там табак начинает не впитывать жар на прямой от угля, а по сути запекаться. можно сказать, что это условно говоря принцип работы как у колауда, только мы при этом курием на фольге и все плюсы в фольге остаются. То есть у тебя прямого воздействия жара на табаке здесь нет, я его немножко еще не доделал, поэтому можно особо сильно не проверять. Но при этом все плюсы фольги сохраняются, при этом у тебя на конкретном табаке не идет жар. Он там немножко по-другому начинает играть, играть немножко другими красками, у него вкусопередача становится еще интереснее. Поэтому в нашем понимании, в нашем видении вот такая вот забивка на пик. Нет. Затирает пиздец прям как. У вас там отдельный походу вебинар у сатира как правильно затирать? Ну на самом деле нет, мы просто любим тот продукт, которым занимаемся. Вот. Мне иногда спрашивают, да, я сюда говорю, вот есть разные амбассадоры продукции, да. Я всегда говорил, что единственная компания, у которых есть амбассадоры, это, блядь, сатир. То есть ни одного другого амбассадора с какой-то компанией я не видел, чтобы он был, блядь, так жестко увлечен именно только лишь сатиром. А, я даже, блядь, шутки придумал о том, что амбассадор сатира готов продать свою мать, лишь бы никто не сказал, что сатир это плохо при нем. Примерно вот так. я бы сказал, мы просто с этим человеком даже не будем спорить, мы просто покажем ему обратно. Мы забьем чашечку, покурим. Вот, если тебе тяга будет как раз не желоватая, мы там можем еще поделать. Я, блядь, заглуб, перед тобой курилом ахуем. Что ты говоришь, блядь? Я не спорю, что ты у нас опытный человек. Тебе подарить пачку солюма? Слушай, я бы не против на самом деле. У меня свеженький есть недавно привезли. Я бы не против. Никогда не скажу о таких вещей. Поэтому. Да, склад нужных вещей. Помимо того, что мы любим сатир, мы очень любим всякие такие оскольные штуки как раз таки. Большинство, ну, по крайней мере, бренд амбассадоров, это точно люди уже с колоссальным опытом курения. Мы как раз помним и старый нахуй, и загулы, и много-много всего разного. И альфач старый, настоящий. Да, на самом деле, мне кажется, из тех, кто сейчас курит все это, для него заглуб, ладно, он еще много раз где слышал, но журак, тамбак, я думаю, это уже просто такие дун-дун-дун, какие-то отголоски, чего-то. Слушай, но у нас сейчас лимитированная партия распродавалась как раз через отдельные закрытые чаты, там был Самсунг, Трапезон, то есть, ну, такие сорта табака, про которые тоже как раз-таки кальяна и курильщики не слышали. И это тот продукт, который у нас в ограниченном, совсем в ограниченном количестве был, то есть, буквально там где-то по 50-100 маленьких 25-граммовых баночек. Если как раз-таки мне это успеет дойти, мы это с тобой тоже расскажем. Обсудим вопрос, почему сатир переиздался в баночках. Слушай, тут на самом деле такой вопрос, что половина аудиторий топит за то, что хотелось бы остаться в гофре, да, это аутентичная упаковка. Она, блядь, я не знаю, она прикольная же, вот, прикольные вот такие упаковочки и тубусы, грубо говоря, да, вот как в коллаборации с Хука Маркетом, да, или с Хука Плейсом. Коллаборация с Хука Плейсом? А, вот, с Хука Плейсом. Вот, и в целом есть еще линейка Платину, то есть как раз-таки тот же Бро Рум, он идет в тубусе. Бросаю? Да, бросаю, я бросаю сюда, вот, то бишь, вся линейка Платину плюс коллаборация с Хука Плейсом вся идет в таких тубусах подарочных, так как это можно выбросить. Сейчас уберем. Ничего страшного. Вот, и она вся идет в этих тубусах, сейчас она идет в подарок, с ними идет штучок, такой, как дополнительный бонус приятный, то есть это максимально такая подарочная упаковка, это не дешевый продукт, его можно сразу смело с полки собственно отдать человеку на подарок, который увлекается такими продуктами. Вот, а почему перешли на банки? потому что большинство, большая часть аудитории все-таки топит за то, чтобы это было в банке. Это людям удобнее. Лично мне не совсем. Мне удобнее из этой пачки переложить это в контейнер, да, в пачке всегда была наклеечка, куда я делаю это, вот, вот, дойдет, да, наклеил на контейнер, мне это было удобно. Сейчас в баночке. Ну, так решила аудитория. На самом деле, я тебе скажу так, упаковка, она играет большой, как сказать, то есть, блядь, короче, большое влияние есть на упаковку. Я тебе просто очень обобразно объясню. Компания Daily Hook всю жизнь продавалась, блядь, в контейнерах и вот в тоненьких пачечках. Да, да, да. То есть, да, все ее привыкли видеть в таком виде, даже, допустим, вот сатир. Ты на него смотришь, тебе его охота покурить. Да, допустим. Ты его видишь. А сейчас, как мы знаем, компания Daily Hook больше практически не является компанией Daily Hook. Она переименовывается в компанию Starline и будет упаковываться в пачечки, как Adalia, Щербетли, Zom. То есть, будут квадратные пачки и тут ты приходишь, ты понимаешь, что Starline это та же самая Daily Hook, но ты смотришь на эту квадратную пачечку и тебе неохота покупать. Я понимаю, о чем ты говоришь, да, понимаю. То есть, при этом ты понимаешь, что там то же самое. Да. То есть, идет визуальное воздействие, то есть, такое визуал, что тебя отталкивает. На мой взгляд, это не только поэтому плохо, еще потому что получается, что на полке у нас будет два форм-фактора стоять. Форм-фактор вот таких вот пачек Adalia и форм-фактор баночек а-ля вот Daft Must Have плюс вот как у нас сейчас баночки. Итого у нас получается, что вся полка у нас будет сливаться. То есть, в кальянном магазине, в котором хороший ассортимент будет стоять куча баночек и куча пачек Adalia. Но, к сожалению... А вот ничто вот так вот не выделяется. Да. К сожалению, сейчас это так. Ладненько. На мой взгляд. Было бы правильно... На твой взгляд. На мой взгляд, на мой взгляд. На твой взгляд. Было бы правильно 100-граммовые пачки оставить в гофре, а 25 грамм сделать на домашний покур в баночке. Вот это то, что на самом деле я бы хотел, я бы видел. Но это не совсем зависит от меня. А может проще сделать? Если ты олдскульный, если ты ценишь культуру, покупай в гофре. Если ты мамкин хулиган и хомяк, решивший попробовать сатир, чтобы казаться крутым, покупай в баночках. А мы пойдем поставим уголечки и все это доброе добро с Эмилем уже раскурим. Не переключайся. Ну, а я напомню, здесь у нас БРО-Р209. Это вот этот вот артефакт. А здесь у нас БУТЛЕЙГЕР БРАЗЕРС. То, что новенькое, свеженькое. И я вот скажу вам сразу, когда мы его раскурили и когда вы его до конца прогрели, я понял, что из своих свойств он не потерял ничего. И я флешбэкнулся в тот момент, когда мне приносили сатир и вам, возможно, приносили сатир. Вы на это вот так смотрели, что вы мне нахуй принесли. Ладно, думаешь, забьешь, забиваешь, чувствуешь сигарку и такой думаешь, что за собачье говно? Где, блядь, клубника? Где, блядь, малина? Где это? Что за нахуй вкус сигареты? Тогда ей говорили, бля, это вкус кента нахуй. Парламент так воблю. Блядь, в пизду такое курить нахуй не будем. Почему? Потому что тогда люди к сигарному сырью были не готовы. И это считалось на тот момент говном почти у большинства потребителей. Только лишь некоторые люди распознали что-то в нем близкое к себе. Я лично тогда сатир, для меня это был сортир. Я вот все амбассадоры, которые меня помнят, тогда даже амбассадоров у продукта не было. Короче, кто меня помнит, я всегда говорил, что сатир это сортир. Но время поменялось, повзрослел. Повзрослел это, когда ты начинаешь хавать паштет. Примерно вот так. И оливки. Вот это повзрослело. Да, оливки, да. Короче, давай, пробуй его и попробуй вообще расписать как-то на своих вкусах, что ты куришь. Да, я постараюсь несколько сравнить с той платиной линейкой, которая есть сейчас и с тем же продукт, который продается сейчас на полках. Единственное, что немножко здесь поправлю в том плане, что вот мы сейчас курим это не сигарное сырье, это зеленая группа табаков. Для тех, кто не знает, зеленая группа табаков это всеми нам привычные. Берли, Ориентал, Горджиния и так далее. Сортов много. Тоже Самсун, Трапезон, Дюбель. Много. Черная группа табаков это сугубо сигарный лист. И сигарным сырьем мы занялись чуть позже и в линейке бриллиантов она появилась. Вот эти продукты, они как раз таки сделаны на зеленой группе табаков. Что я чувствую сейчас вот в этом динозавре для нашей кальянной индустрии, мамонт, да, я чувствую, что он очень сильно пропитался ромом, на котором он сделан. И это дает свои специфичные, интересные нотки. То есть, если в платиновой линейке сейчас я чувствую больше таких спиртовых ноток, потому что ром достаточно крепкий, то здесь я чувствую конкретно вот именно всю палитру вкуса самого напитка. И это, ну, на мой взгляд, это очень прикольно, это очень здорово. То есть, здесь я не ощущаю, что я курю, в принципе, без аромку. Я чувствую очень яркий вкус. Вот так вот, блядь. Короче, вам совет. Идете сейчас, блядь, в магазин, в хука-маркет, блядь, затариваете сатиром и ждете 5 лет. Через 5 лет обзваниваете всех амбассадоров и говорите, слушай, у меня вот есть пятилетние выдержки Bootlegger Brothers. Готов ли ты его купить за 35 тысяч рублей? Почему 35 тысяч рублей? Потому что, блядь, инфляция, рубль схавает так, что, блядь, у вас хлеб будет стоить полторы тысячи рублей. Через 5 лет. Поэтому, как бы, инвестиции. По моему мнению, я его тоже попробовал, на самом деле, я флешбекнулся назад, но ощутил того, что в Broer 209, это наш мамонт, вкус стал гораздо ярче, и я понял, что я, короче, фанат сыра. И я скажу, что это как камамбер. То есть, чем ближе к сроку годности, когда вот остается 2-3 дня до срока годности производителя, он становится более молочный, более тянучий и более прикольный. То же самое получается у нас с сатиром, что он ферментируется, то есть, у него есть стадии. Наша хорошая импортная камера Sony Alpha 7 Mark III сказала, я пошла спать. Но у нас есть айфончики, которые, в принципе, снимают не хуже, поэтому я расскажу свое мнение про Bootlegger Brothers, потому что мнение Эмиля про Broer 209 мы уже, в принципе, обсудили, и он сказал все, что он хотел сказать про этот вкус. А я, наверное, скажу таким своим любительским мнением про Bootlegger Brothers. Я не помню, что про этот вкус говорил Эмиль, там довольно-таки сложно было все-все-все, но я скажу, что здесь очень прикольно чувствуется сырье. Во-первых, оно не бьет, оно не перекрывается, и от него не так уж противно. Во-вторых, от того, что здесь он немного вяленый, копченый, чувствуется такая приятная кислинка, которая очень долго играет у вас на всех рецепторах, что очень прикольно. По крепости не думайте, что сатир это какая-то дичайшая ебанина, которую невозможно курить, потому что, типа, там сигарное сырье, и тут, а у нас, конечно же, блядь, черный табак, черный. Поэтому все получилось довольно-таки здорово, и очень круто он курится, Bootlegger Brothers, я очень рад, что пробую его одним из самых первых, по факту. Да? Поэтому здоровенский, что ты сам можешь рассказать про Bootlegger Brothers? Про Bootlegger я как раз сказал, что это табак кентукки, да? Что такое табак кентукки? Жарен, да? Он вот именно копченый, то есть, он называется кентукки по своему способу производства. То есть, если говорить так, изначально, то это Бёрли. Стал называться кентукки в тот момент, когда я был в Соединенных Штатах, в штате кентукки, покоптили определенным способом, да, в определенном месте, только в одном месте это, в принципе, делается, произвели вот это сырье, и вот с тех пор это стал кентукки, да, самым настоящим кентукки. Вот. Этот табак мы используем в двух кусах, да, у нас есть отдельно кентукки, и вот у нас вышел Бутлегер Браза. Собственно, он очень хорошо сочетается с бургоном, как отдельно, если выпивать бургон и курить кальян, так и, соответственно, здесь, когда мы это смешали вместе. Правильно говорит, да, там очень ясно присутствуют копченые ноты, и вот этот вот Мэйки Смарк бургон, он их дополняет, разнообразит и дает такую полную руку. Нет, кислиночка прям шикарная, вот прям вот, подвязывает немного. Вот, да, соответственно, по поводу курения, по поводу того, как это жестко, крепко и так далее, то есть, здесь будет зависеть от вашей забивки. При определенных забивках можно добиться того, что эта курица мягко, спокойно, комфортно, но при этом хорошо накуривает. То есть, это в принципе был такой, один из первых факторов, который меня изначально в продукте зацепил, и почему я стал амбассадором конкретно этой компании. То есть, уже позже я познакомился с философией компании, с ребятами, а изначально познакомился с продуктом и понял, что это вот максимально комфортно для меня, когда куришь с комфортом, с кайфом, но при этом через там 30-40 минут тебя просто разваливает хорошенько. Здесь можно добиться схожего эффекта, можно забить так, чтобы это было жестковато для тех, кто так любит. И это такой универсальный продукт, и этим он и хорош. То есть, каждый может найти в нем что-то свое. Кому нравится ароматика яркая, велкам, линейка Aroma Lime. Кто хочет покурить без аромку, опять-таки, есть более легкие, есть более крепкие. Даже крепкие сорта можно забить помягче. Соответственно, вы можете это все прокуривать, пробовать. Единственное, что я рекомендую всегда, когда прокуриваете без аромку, то есть, дави такого рекомендовать не буду, он знаком, в принципе, с без аромкой, с продуктом без ароматики. Для людей, которые только начинают, прокурите несколько чашек. Собственно, для чего? У вас рецепторы, они забиваются, вы привыкаете курить только вот яркую ароматику. И после этого вы не воспринимаете вот эти вот нотки вкуса, которые там есть, многогранность этого продукта. Когда вы прокурите несколько чашек, ваш рецептор начинает очищаться. Они начинают очищаться, перестраиваться на более тонкую работу, и вот тогда вы готовы воспринять всю эту палитру вкусов. Вот тогда вы кайфанете максимально. То есть, вы поймете, что если вы курите ароматику, условную малину, то вы будете курить только малину, и в ней больше ничего не будет. Когда вы курите без аромку, вы можете поймать там много разных каких-то вкусов, сочетаний, и для каждого это может быть свое. А вот тебе может быть пока вот этот колье. А я туда покурю ковченый табак. Поэтому разбирай фразы Эмиля на цитатки, ну а мы потихонечку будем заканчивать. Ребята, если вам интересно вот такой вот большой выпуск с Амбассадором, возможно с производителем, потому что у меня очень много других старых продуктов, именно которые там прошло уже хуй во туча лет, и если вам будет интересно, чтобы я пригласил какого-то представителя этой компании и сказал ему вот смотри, у меня есть твой старый продукт, а вот твой новый продукт. Ты готов сравнить, как это будет по качеству? Насколько ли вы сильно шагнули вперед или наоборот вы очень сильно провалились и стали мейнстримом, то обязательно пиши это в комментариях. Это у нас был Эмиль, Амбассадор компании Сатир, и вот такой вот ненавязчивый выпуск о компании Сатир и вот о таком вот динозавре, как Бро Р209. и Бутлегер Бразерс. Так что ставь лайки, всем пока-пока. Пока-пока.